Строительство новых социальных объектов в посёлке Володарского оценил член Совета Федерации Вячеслав Фетисов. Визит начался с осмотра реконструкции детского сада номер 17 «Пчёлка». Это реконструкция, Вячеслав Александрович. Это было старое, один корпус небольшой. Мы увеличиваем за счёт пристройки нового корпуса на 60 мест. Гостям показали просторные залы, комнаты для игр, спальни и пищеблок. Корпус откроется уже в середине августа. Рядом с ним в окружении леса идёт строительство совсем нового детского сада. Ещё на 230 мест. Ввод новых дошкольных учреждений позволит решить проблему очереди среди дошкольников посёлка. Также продолжается реализация программы «Школьный двор». Рядом со школой к 1 сентября появится современный стадион с футбольным полем, зонами лёгкой атлетики и воркаута. Особенность проекта в том, что данный объект будет доступен не только для учащихся, но и для всех жителей поселения. Ещё один подарок володарцам – здание новой школы на 600 мест, строительство которой сейчас активно ведётся. Сдача объекта запланирована на конец года. «Таким образом мы сможем здесь выполнить указ президента в части ликвидации второй смены и удержания режима обучения в односменном режиме». Вячеслав Фетисов побывал в сельском поселении Володарское впервые и остался под впечатлением от увиденного. По его словам, развитие территории посёлка идёт в правильном направлении. «Многоя стройка, но и в последнее время изменился вектор, то есть застройщики отвечают за социальную инфраструктуру. Застройщик сегодня облагораживает территорию. Просто построил, ушёл. Здесь, конечно, позиция губернатора стала определяющей и это не может не радовать». Приезд Вячеслава Александровича совпал с празднованием 565-й годовщины со дня образования посёлка Володарского. Почётный гость со сцены поздравил посельчан, а в это время местная хоккейная команда, которая знала о приезде великого спортсмена, ждала встречи с ним. Многие из собравшихся взяли с собой книги Фетисова «Овертайм» в надежде получить автограф автора. И, конечно, их мечта осуществилась. «Мне понравилось получить в него автограф, так как это замечательный игрок, который играл в ЦСКА, также в моей любимой команде, так как он защитник и мой кумир». Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.